Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ничего не стирал, он просто замочил ее в воде, нарушил запрет поторив шаббат стирать. Кроме этого, у человека немного запачивался край одежды. Он налил сверху немного воды или опустил это в воду и потер, он уже нарушил запрет стирать на шаббат. Кроме этого, так же как запрещено стирать в шаббат, запрещено выжимать в шаббат. Поэтому человек не имеет права замачивать одежду в воду. То, что он замочил, мы опасаемся того, что он эту одежду, даже если она чистая, он ее выжмет. Теперь мы можем спросить вопрос. У человека есть марля на кране, когда он открывает воду, она фильтрует эту воду, она мочится. Можно это делать на шаббат или нет? Можно, потому что таким образом не стирает. То же самое, человек, который окунулся в мику или искупался в холодной воде на шаббат, в горячей нельзя, он должен вытереться. Мы сказали, что практически любое мочение, человек намочил одежду, материал, полотенце, считается стиранием на шаббат. Говорит Араха, что можно вытираться полотенцем, но, говорит Араха, человек, который сделал руки над Иля Диадаем, желательно сначала руки потереть, чтобы вода, которая на них есть, ее с рук своих выжить. Чтобы, когда я вытираю полотенце, было там как можно меньше воды. Поэтому человек должен быть очень внимательным. Человек должен быть очень внимательным. Что когда на шаббат он испачкался, у нас первая реакция сразу почистить, потереть. Поэтому человек должен быть внимательным, чтобы не наливать воду и не дай Бог не нарушить этим запрет шаббат. Единственное исключение этого, из-за этого это кожаная одежда и одежда из мелона из целлофана, которая не впитывает в себя. Поэтому там, если человек хочет ее замочить, имеет право, но тереть не имеет право. И к этому же запрету относится запрет мыть посуду мочалкой на шаббат. Почему? Потому что мочалка впитывает в себя воду, и когда мы моем, она выжимается. Поэтому тот, кто моет посуду на шаббат, должен мыть пластиковой или тем синтетической мочалкой, которая в себя не впитывает. Варуха Дуна и Лаула. Аминь, аминь.